Привет, я Юрий Спасококотский, и сейчас я покажу вам эффективную тренировку ног в уличных условиях. И тут половина мужчин вырубит это видео. Не делайте этого! Тренировка ног это тестостерон. А тестостерон это прекрасная либеда, отличная потенция, хорошие мышцы и великолепное самочувствие, чудесный аппетит. Тренировка ног это максимальный анаболизм. Ноги лучшие анаболики. Первое упражнение сегодняшнего комплекса для ноги и ягодичных мышц, это, конечно же, приседания с выпрыгиванием. Ну так не накачаешь себе огромные ноги, но это хорошее упражнение для разогрева и для выносливости. Так вы в уличных холодных условиях великолепно подготовите свои суставы и связки к работе. Нужно выполнить три сета приседаний с выпрыгиваниями по 15 раз и вы готовы к любым упражнениям в любых условиях. Следующее очень мощное упражнение, которое прорабатывает и квадрицепсы, и бицепси бедер, и ягодичные мышцы. Это восхождение на скамью на одной ноге. Первый сет выполните 15 повторений без дополнительного отягощения. Второй сет выполните уже с рюкзаком или с дополнительным отягощением. И точно так же третий при необходимости четвертый сет. Обратите внимание, что если вы будете делать восхождение на скамью немного наклоняясь и перенося центр тяжести на пятку, отводя немножко таз назад, если вы будете ногу, которую вы отталкиваете, ставить дальше назад, то больше акцент пойдет на ягодичные мышцы. Если вы сделаете все наоборот, колено будет немножко выходить вперед и вы будете держаться более прямо, то в основном будет работать передняя поверхность бедра или квадрицепс, но и нагрузка на колено. Учтите это, если у вас болят колени, будет более опасной. Ну и следующее упражнение, это, конечно же, подъем на носок одной ноги. Найдите какое-то возвышение или просто работаете на шведской стенке, на нижней ступеньке. И вы сможете выполнить сначала на двух ногах разминку на 15 повторений, а затем, поочередно работая на правой и на левой ноге, великолепно проработать икроножные мышцы собственным весом. Помните, что икры – это тоже ноги. Некрасиво, когда мышцы квадрицепса развиты, а икры тоненькие – это называется куриные лапки. А это никак не мужественный и тем более не женственный вариант. Сделайте три сета упражнения, и вы почувствуете, как ваши икры просто фантастическим образом забились. Ну а теперь мы сможем перейти к разговору о ваших вопросах, которые вы задали в комментариях к предыдущему видео. Ссылку на которое можно найти в описании к этому видео. И первый вопрос, который мне показался интересным – это, зачем тренироваться в уличных холодных условиях, если можно ходить в зал или тренироваться дома? Ну, каждый вид тренировок имеет свои преимущества. Есть такие люди, которые тренируются только в зале. Преимущество – это максимальная оснащенность всевозможными тренажерами и высокая эффективность. А недостаток – это необходимость оплачивать зал и необходимость ездить в зал. Тренировки дома удобны тем, что всегда ты на месте можешь потренироваться. Минус – это то, что дома иногда нет даже элементарного оборудования. Плюс закрытое пространство, недостаток света, недостаток свежего воздуха, пыль и тому прочие домашние проблемы. Недостаток места. И, наконец, тренировки в уличных условиях – это великолепная мотивация. Ты смотришь на природу, если площадка находится в парке, а еще лучше в лесу. Это отличное настроение, это выработка витамина D на солнечном свете, это отсутствие пыли, это большое пространство, это общение с людьми на спортивной площадке с другими турникменами. Это романтично позаниматься на улице. Некоторые люди даже зимой, поверьте, тренируются круглый год в уличных условиях именно по перечисленным причинам. Им просто это нравится. И на моем канале будут представлены тренировки в любых условиях. Также в комментариях спрашивали, что за куртка и что за кроссовки. Ну, кроссовки – это вообще отдельный разговор. Прежде всего, при выборе обуви для силовых тренировок нельзя, чтобы обувь имела слишком сильную амортизацию. Потому что при работе с весом, при силовой тренировке у вас ноги будут пружинить, вас будут как бы подбрасывать. Кроме того, обувь должна защищать стопу от травм. Имеется в виду, что если, например, у меня на поясе отягощение, оно сорвется и упадет мне на ногу, что вполне может произойти, то знаете, почему в залах запрещают тренироваться в сланцах, шлепанцах? Именно по этой причине, чтобы защитить стопу от удара, от травмы. Имеется в виду, если что-то упадет, вы ударитесь об что-то металлическое. А кроме того, у вас стопа не должна подвернуться, то есть подошва должна быть достаточно широкой, не сильно пружинища, как я уже говорил, достаточно твердой. И у вас должна стопа фиксироваться, чтобы не подвернулась нога, не дай боже. И такая обувь оптимально подходит для силовых тренировок. Но в штангетках на улице тренироваться не будешь, поэтому я выбрал кроссовки Nike Air Max. И они вполне удобны для этой цели. Почему именно эта модель? Оптимальная амортизация, во-первых, то, о чем я говорил. И плюс прочный каркас-курим защищает стопу от травмы. Теперь куртка. Куртка Nike Max. Какая тут фишка? Невесомый наполнитель. Сами понимаете, насколько при выполнении подтягиваний, отжиманий на морозе важно, чтобы на тебе была легкая куртка и не стесняющее движение. Специальный крой этой стеганой куртки дает полную свободу. Я могу подтягиваться, отжиматься, мне ничего не жмет, нигде не давит. Плюс банально эластичный край капюшона, манжеты, плотная посадка. То есть эта куртка не будет задираться так сильно, как обычная куртка при выполнении упражнений на турнике. Ребята, это была тренировка ног. Ее нужно проводить один раз в неделю. Все упражнения выполняем. Разминочный сет один и два-три рабочих сета. Два или три, это зависит от того, сколько времени длится ваша тренировка. То есть какой дополнительный вес вы используете, насколько вам тяжело. Тренировка не должна длиться более часа, никогда. Иначе будут вырабатываться неправильные гормоны, мышцы не будут так хорошо расти. Поэтому для максимального анаболизма подбираем то количество сетов, чтобы заниматься один час. Ну вот и все, ребята. Осталось посмотреть тренировки рук и плеч. Наберитесь терпения, снова выйдет следующее видео. Кто хочет посмотреть видео первым еще до выхода на ютюбе, подписывайтесь под ссылки в описании. До следующих встреч. Пишите в комментариях ваши вопросы. Буду отвечать. Субтитры подогнал «Симон»!